В читальном зале колледжа искусств Тюменского института культуры с 19 сентября открылась книжно-иллюстративная выставка на полях ратной славы. Материалы нашей выставки рассказывают о русском князе, славном полководце Александре Невском, чье 800-летие со дня рождения отмечается в этом году. Великого князя чтили во все времена. О нем снимали фильмы, писали книги, научные труды, ему посвящали живописные полотна, возводили памятники и храмы. Первоупоминание в литературе появилось благодаря современнику князя, житие Александра Невского. Оно относится к памятникам Древней Руси 13 века. На выставке это произведение на древнерусском языке. С тех пор образ великого князя Александра Невского привлекает к себе внимание многих писателей и поэтов. На выставке книги Хитрова, Пашута, Алмазова, поэма Симонова «Ледовое побоище». В 1938 году началась совместная работа режиссера Сергея Эйзенштейна и композитора Прокофьева. Результатом этой работы стала книга, контата Сергея Прокофьева «Александр Невский». «Вы видите клавир и громзапись этого произведения» и фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». На выставке видеокассеты этого фильма и книга Кривошеева с одноименным названием об истории создания этого киношедевра. В 1991 году режиссер Георгий Кузнецов снял драму «Житие Александра Невского» на выставке диск фильма. Образ Александра Невского в искусстве встречается повсеместно, и в живописи ему уделено немало внимания. Одна часть художников создавала его портреты и изображения во время сражений, другая предпочитала воплотить образ святого. Особое внимание к образу Александра Невского было приковано в годы Великой Отечественной войны. Живописцы вновь обратились к образу князя, не раз гонявшего с родной земли незваных гостей. На выставке картины Павла Корина, Николая Рериха, плакаты военных лет. Особое почитание святого Александра Невского связано с защитой Родины. Орден Александра Невского, учрежденный впервые Петром I, это единственная награда трех государств – Российской империи, СССР и Российской Федерации. Великий князь Александр является самым прославленным, почитаемым и любимым князем не только в России, но и в других странах. В его честь построено много храмов. Книга Александра Соколова «Святой Витя земли русской» содержит богатейший дистративный материал, памятников, иконографии, скульптуры, архитектуры, живописи. Выставку дополняют книги по истории России, журналы, научные статьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова